ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В Гомеле состоялись областные Олимпийские дни молодежи по легкой атлетике. Сложившаяся по итогам восьми сыгранных туров картина вполне устраивает гомельских любителей футбола. Подробности далее. Футбольный клуб «Гомель» принимал на своем поле звезду БГУ. Положение в чемпионате у команд диаметрально противоположное. Зелено-белые лидеры, столичные футболисты в подвале турнирной таблицы. Хозяева забили быстро, правда судья зафиксировал офсайт. Такое резвое начало вселяло надежды гомельской торсиде. Однако не тут-то было. Гости опасно ответили уже спустя несколько минут. Сделав ставку на оборону и контратаки, мяча не выровняли игру. Мяч все больше находился в центре поля. По-настоящему опасные моменты можно пересчитать по пальцам. Неплохие возможности были у Ситко, Янченко, Барсукова и Гомзе. Под занавес первого тайма форвард звезды Русецкий едва не убежал на рандеву с Ковалевым. Однако защитник гомельчан был внимателен и нейтрализовал опасность. Во втором тайме первый настоящий момент возник у ворот Гомеля. На лего Ковалеву стоило огромного труда отвести опасность от своих ворот. Кстати, галки перзелено-белых получил перед матчем небольшое повреждение. Однако смог отыграть все 90 минут. Я еще на разминке получил травму, к концу игры практически ни глаз не видел, и щека опухла. Но мы его в раздевалке сейчас поздравили, поблагодарили за проделанную работу. В атаке Гомеля явно не хватало остроты. Привнести ее Владимир Журавель попытался посредством замен. Янченко уступил место на поле Теслюку, а Милевский – Терещенко. Определенный эффект это принесло. Теслюк неплохо обострял игру, однако забить не удавалось ни ему, ни его партнерам. При этом звезда в обороне не отсиживалась, и пару раз гости могли открыть счет. Игра медленная, и к недовольству гомельских трибун текла в ничейную гавань. На предпоследние минуты основного времени хозяева получили право на угловой. Руслан Юденков, замкнув навес партнера, взорвал трибуны 1-0. Гомель побеждает седьмой матч подряд. Мы пытались играть в ту игру, которую намечали. То есть, в принципе, это быстрая атака, контратака. У нас были, скажем так, предпосылки для того, чтобы использовать те моменты, которые мы создавали. Но, к сожалению, вот этого последнего паса, который именно предголевого, его в ряде моментов и не было. Начало матча и первый тайм не совсем получился. Были моменты, которые мы не использовали. Во втором тайме ряд моментов, к сожалению, в тренировках ребята неплохо исполняют. Получается все. Но в игре Саша Янченко нервничает много моментов, никак не может забить восьмой тур. Отсюда эта нервозность передается в конструктивные действия. Но хочу сказать, что большая заслуга сегодняшней победы – это в игре вратаря Олега Ковалева. Гомель жил в Дортранс. В восьмом туре упустил победу на Дорше и пропустив добавленное время. На 1-1 Светлогорский химик уступил с Малевичем 0-3. Таким образом, Гомель лидирует в чемпионате. Гомель жил в Дортранс на третьей позиции. Между ними вклинился Днепр. Химик пока на 12-й позиции. В Гомеле на стадионе «Луч» соревновались легкоатлеты 1999-2000 годов рождения. Ставки были высоки. Областные Олимпийские дни молодежи – это прямой путь на соревнования республиканского уровня. А там уже будет возможность попасть в состав сборной страны, которая отправится на международные старты. В областных Олимпийских днях молодежи по легкой атлетике приняли участие все регионы Гомельской области, где культивируют этот вид спорта. Правда, всех сильнейших собрать не удалось. Соревнования по срокам проведения совпали со школьными выпускными экзаменами. А потому некоторым спортсменам, которые уже зарезервировали себе место в сборной области, разрешили пропустить соревнования. Успешное выступление на Республиканских Олимпийских днях молодежи по легкой атлетике – это не только очки в копилку Гомельской области. По их итогам будет формироваться сборная страны. «По этому возрасту будут у них европейские игры. Конечно, отбор официальный будет у них сейчас на Республиканских Олимпийских днях молодежи. Там главный штаб национальной команды, старшие тренеры, которые работают с этим возрастом, будут уже отбирать детей». На европейские соревнования нацелен Вадим Чернышев. Гомельчанин – неоднократный победитель республиканских соревнований. Бронзовый призер Европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2015 года в толкании ядра. На областных Олимпийских днях молодежи равных ему не было. Впереди и республиканский турнир. «Готовимся, стараемся отобраться на Европу, потому что все-таки в том году ездили и в Грузию на соревнования, и в Европейский фестиваль юношеский. И в этом году стайна Планка стоит по-любому отбираться на Европу. То есть все это готовились, весь этот год считай на эти соревнования. Отточиваем технику, набираем силу перед соревнованиями, чтобы быть в форме самой». Надежды возлагают и на легкоатлета из Светлогорска Евгения Масло. Но он стал лучшим на областных Олимпийских днях молодежи в беге на 110 и 400 метров с барьерами. Есть в его копилке и победы на республиканских соревнованиях. Вместе с тренером Валентином Володковичем Евгений ведет подготовку с расчетом на попадание на европейское первенство. Упор делают на короткую дистанцию. «Он зимние соревнования выиграл в первенстве Беларуси. Стал победителем среди юношей на коротких барьерах, 60 метров с барьерами. В мае выиграл «Спартакиаду республиканскую» 110 и вплотную подошел к нормативу на чемпионат Европы среди юношей. 14.26 – это нормативы, установленные нашей Белорусской Федерацией. Есть еще и нормативы ИАФ, он чуть-чуть слабее – 14.5. Сейчас он пробежал гладко, но скорость, мне кажется, еще недостаточно высока в нем». По итогам областных Олимпийских дней молодежи по легкой атлетике в группе городов в общем зачете победил Светлогорск. Среди районов лучшим стал Житковичский. Отдыхать у спортсменов времени нет. С 15 по 17 июня в Гродно состоятся Республиканские Олимпийские дни молодежи. В Гомеле состоялся чемпионат Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси по волейболу. Игры проходили во дворце игровых видов спорта. Награды оспаривали сборные команды всех областных управлений города Минска. Фавориты подтвердили свой статус. Турнир проводился по круговой системе. График игр был довольно насыщенным. В течение четырех дней команды провели по шесть матчей. С каждым годом конкуренция на ведомственном чемпионате растет. Уровень участников постепенно выравнивается. И награды фаворитам достаются уже не так легко. Два предыдущих года золото уезжало в Гродненскую область. Так случилось и в этот раз. Правда, победитель определился только по дополнительным показателям. По итогам турнира команды Гродненской области и города Минска набрали одинаковое количество очков. Однако в очной встрече этих дружин сильнее были действующие чемпионы. Что и сыграло решающую роль. Так что главный трофей вновь отправился в Гродно. Минчане стали вторыми. Сейчас все команды подросли. Уровень вырос. Ребята и команд. Поэтому все удалось в борьбе. В тяжелой упорной борьбе. Бронзовые медали завоевали хозяева. Команда Гомельского областного управления МЧС, кстати, в основном сформирована из работников Жлобинского райотдела. И в последние годы попадание в призеры стало нормой. Время замахнуться и на победу. Команды подровнялись. Молодежь подросла. Поэтому, я думаю, в следующем году постараемся выступить лучше. Игроки команд призеров разделили между собой награды в личных номинациях. Лучшим игроком турнира признан гомельчанин Вадим Старовойтов. Лучшим нападающим судейская коллегия назвала Сергея Китуна из Минска. Лучшим пасующим стал Алексей Кураш из команды чемпиона. И в заключение о технических видах в Гомеле прошел второй этап чемпионата области по судомодельному спорту. Первый состоялся ранее в бассейне. По его итогам лидировали представители городской станции юных техников. Второе и третье места заняли, соответственно, судомоделисты из Калинковичи и Мозыря. На этот раз юные спортсмены-техники демонстрировали возможности своих радиоуправляемых моделей кораблей на открытой воде. Судомоделирование – один из самых старых технических видов спорта. Первым судомоделистом на Руси принято считать Петра Первого. Между тем белорусские судомоделисты славятся успехами на международной арене. Нередко становятся и чемпионами мира, особенно с моделями-копиями. На втором этапе чемпионата области соревновались четыре команды, которые представили в общей сложности 30 моделей гражданских либо военных судов. Задача внешне простая – пройти определенную дистанцию как можно быстрее и чище. Оценивается в классах гоночных эта скорость, количество кругов соответствующее, в классах копий по прохождению фигурной дистанции по всем воротам, ну, со штрафными баллами за касание, за промахи. Потом суммируется и добавляется стендовая оценка. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Во-первых, на создание толковой модели уходит очень много времени. До нескольких лет. Плюс тренировки. Но за этим годы кропотливой работы. Нужно хорошо чувствовать модель, то есть, водить. То есть, это на радиоуправление. А если прямоходный, то нужно хорошо выбрать траекторию. То есть, ну, сам корабль тоже влияет. То есть, нужно сначала сделать корабль, это тоже занимает много времени. А потом еще потренироваться его запускать. 14-летний гомельчанин Алексей Кражевский с его копией военного катера типа «Шмель» победил в классе «Ф-2». Всего же участники соревновались в шести классах радиоуправляемых моделей. Испытанием на воде предшествовала стендовая оценка на точность и эстетичность. На воде, как уже было сказано, по ряду критериев оцениваются ходовые качества модели. Вообще, в судомодельном спорте много тонкостей. Да, он не развивает мышцы, но отлично тренирует много других качеств. Ну, специфика, как и любого спорта, это выработка определенных качеств у пилотов. Это терпение, прежде всего, потому что постройка модели – это долгий процесс. Затем тренировочные факторы – это отработка точности, глазомера, ну, упорства своеобразного. Потому что, ну, очень трудно выиграть, допустим, сразу. У нас редко люди, кто побеждает, вот первый раз выступает, и сразу победить невозможно. Это происходит с приобретением опыта, что ли, наката, как в любых гоночных соревнованиях. У копиистов – это плюс еще навыки постройки модели, потому что каждая модель – копия. Это точная копия настоящего корабля или судна, существующего в масштабе. Поэтому это своеобразная трудность. Ну, то есть вырабатывают в людях определенные качества, как строителей, так и именно гонщиков. Первое место на втором этапе чемпионата Гомельской области по судомодельному спорту заняли воспитанники областного центра технического творчества детей и молодежи. Вторыми на этот раз стали мозырские судомоделисты. На бронзу уехала в Калинковичи. По итогам двух этапов сформируют команду, которая в июне представит наш регион на чемпионате Беларуси. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин